что и полуфинал, и финал заключительного этапа будут проходить в дистанционном формате, в формате онлайн. Решите, я вас вначале коротко ознакомлю с регламентом проведения полуфинала. Данный регламент в ближайшее время будет утвержден и размещен для всеобщего обозрения, но некоторые принципиальные моменты я хотел бы, чтобы вы зафиксировали для себя очень внимательно, потому что вопросы участия вашего в полуфинале, который состоится 25 марта в 10 часов утра, он очень важен и для вас, и для нас. В том смысле, чтобы мы хотели, чтобы с вашей стороны не возникло каких-либо технических проблем с точки зрения получения задания, его загрузки в личный кабинет, а затем выгрузки из личного кабинета. И, соответственно, мы могли бы ваше задание предложить членам нашего жюри для того, чтобы они оценили их, и, соответственно, мы смогли определить тех участников, которые по совокупности выполненных заданий пройдут для участия в финале заключительного этапа. Прежде всего, здесь есть ряд таких моментов, которые я бы хотел, чтобы вы зафиксировали для себя очень внимательно. Пункт 2.4 регламента фиксирует. Полуфинал проводится в формате выполнения задания в режиме реального времени и загрузка участниками в личном кабинете на интернет-портале Олимпиады результатов решения до истечения установленного периода времени на их выполнение. Таким образом, если расшифровать эту формулу, это предложение, и перевести его на обыденный язык, мы начинаем ровно в 10, вы имеете возможность доступа к вашему личному кабинету, получаете задания и в режиме реального времени в течение 150 минут выполняете эти задания. Хотел бы сразу оговориться, мы обменивались мнениями. Исходя из опыта прошлых лет, многие участники выполняют задания несколько раньше, поэтому, я думаю, по времени вы все уложитесь вполне, и, соответственно, затем вы загружаете это задание в свой личный кабинет. Следующий момент. Игорь Васильевич, я прошу прощения. Да. Не затем. В пределах 150 минут. Да, 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 в пределах 150. Это мы еще дойдем. Тут есть отдельная часть полуфинала. Я специально решил несколько раз на это обратить внимание в начале и затем уже в конце своего небольшого выступления. Есть такой пункт 2.6, который фиксирует ваше право на подачу апелляции. Апелляции в рамках заключительного этапа проводятся в соответствии с положением об апелляции ферсийской олимпиады студентов. Я профессионал. Как правило, такие апелляции бывают, потому что, возможно, были какие-то неясности в изложении вами тех или иных мыслей, мы хотим их уточнить, или вы не согласны с выставленными баллами. Поэтому, как правило, они существуют, и, естественно, наша апелляционная комиссия их рассмотрит в установленном порядке. Пункт 2.7. По результатам участия в полуфинале составляется рейтинговая таблица и определяются участники, прошедшие финал. То есть мы, точнее, не мы, а жюри по итогам выполнения вами заданий проставят каждому участнику определенное количество баллов, о чем скажет Сану Кич по отдельным заданиям. И будет составлена действительно такая рейтинговая таблица для всех, кто смог принять участие в полуфинале. И понятно, что те, кто вверху, они будут впереди. Те, кто внизу, к сожалению, вот такова судьба. Пункт 2.9 тоже очень важный. Каждый участник должен предоставить согласие на обработку персональных данных и публикацию работ. Согласие предоставляется в письменной форме. Документ необходимо распечатать с интернет-портала, заполнить и разместить в личном кабинете. Фактически, если участник заполняет это согласие, это является для нас сигналом определенным, какое количество студентов сможет принять участие в полуфинале. Практика показывает, что не все студенты, которые прошли отборочный этап, по тем или иным причинам, в дальнейшем реально участвуют в заключительном этапе. Поэтому очень важно, чтобы это согласие было вами получено и, соответственно, размещено в личном кабинете. Сергей Васильевич, насколько важно? Да, это очень важно, потому что мы же потом будем… Нет, нет, нет. Тот, кто не заполнит, просто не участвует. Вот и все. Да, фактически, да. Это будет сигналом о том, что… Да, это пропуск на заключительный этап в полуфинал. Если есть согласие, тогда мы работаем с этим участником и, соответственно, обрабатываем его материалы. Пункт 2.10. Каждый участник должен представить документ, подтверждающий его статус, как участника Олимпиады в соответствии с пунктом 1.2 положения. Документ предоставляется в электронной форме посредством загрузки файла в личном кабинете на интернет-портале. То есть, речь идет о том, что вы прошли отборочный этап и о том, что вы имеете право на участие в полуфинале. Пункт 2.11. Каждый участник загружает в установленные сроки в личный кабинет на интернет-портале Олимпиады идентификационную форму, форму ID, которая в том числе включает в себя согласие с правилами участия и порядком проведения состязаний, согласие на обработку персональных данных и согласие на публикацию работы. Это самый важный ваш документ, форму ID, по которому мы в дальнейшем будем идентифицировать ваше задание и, соответственно, понимать, кто получил определенное количество баллов с точки зрения уже пофамильно участников заключительного этапа. Да, ну и здесь также есть в этом пункте предложение. Да, я хочу здесь для наших участников разъяснить следующее, что жюри ставит вам баллы анонимно. Вот члены жюри не видят ни фамилии, ни имени, ни еще чего-либо. Они видят только ваш номер ID, ну, как бы, так сказать, под шифром все происходит. То есть решение жюри всегда обезличено. То есть вы имеете в виду, что мы абсолютно беспристрастны. Да, очень важное исполнение. Спасибо, Александр Лутич. И последнее тут небольшое добавление. Документ необходимо отпечатать в интернет-портала, подписать и загрузить подписанный скан в личном кабинете. Ну и, собственно, теперь переходим к позиции полуфинала. Здесь еще раз мы повторим конкретно те моменты, которые касаются именно 25 марта, 10 часов утра. Первое. Для проведения полуфинала используется система Яндекс.Контест, доступ в который участник получает из личного кабинета на интернет-портале. Второе. Задания полуфинала, о чем конкретно расскажет Александр Лутич, формируются на базе практических заданий и предполагают проверку компетенции участников в области данного направления Олимпиады. Следующий пункт текстуально фиксирует то, о чем я говорил. Состязание в полуфинале проводится в дистанционном формате. Далее. На проведение заключительного этапа отводится суммарно 150 минут. Доступ к заданию открывается в дату полуфинала, то есть 25 марта, в личном кабинете на интернет-портале Олимпиады. Следующий пункт очень важный. Пожалуйста, зафиксируйте ваше внимание. Выполненное задание полуфинала должно быть загружено в личный кабинет участника на интернет-портале Олимпиады с помощью системы Яндекс.Контест. Файл в формате .doc. Рекомендованный формат предоставления текста. Кегль шрифта 12, межстрочный интервал 1,5, отступ сверху 20, слева 30, справа 15, снизу 30. Вот этот формат. Да, и вот этот тоже момент очень важный. Нам необходимо, чтобы выполненные вами задания были сформированы в виде единого файла. Одного файла в формате .doc, который можно было бы затем выгрузить и уже предложить членам жюри на проверку. То есть еще раз, сейчас обратите внимание, там три задания. Задание 1, задание 2, задание 3. Вот на все вопросы всех трех заданий вы отвечаете в рамках единого файла. Вот это существенно. Да, это очень важно. Второй момент, так сказать, он у нас не прописан, но желательно, чтобы шрифт был в Таймс Нью-Ром. Потому что не используйте какие-то не очень распространенные шрифты. На самом деле можно и любой другой. Но обратите внимание, что такие экзотические шрифты вы не использовали. Спасибо. Тут были уже несколько вопросов. Я забыл об этом сказать. Вопрос от участников. Сколько человек прошло в полуфинал? Где это? Тут у меня в компьютере внизу вопросы и ответы. Но я могу, это не секрет, Дмитрий. А, вопросы и ответы. Да, Дмитрий задал такой вопрос. Это не секрет. Прошло около 500 человек. Но могу сказать, да, и там вопрос, сколько будет, реально потом выйдет финал. Это вопрос пока мы не можем точно сказать. Но могу сказать, по практике трех сезонов, как правило, не зная, почему это происходит, но, видимо, такова воля небес, реально участвует из количества прошедших на заключительный этап примерно две трети. То есть это статистика такая? Статистика такая. Ну, от нее не уйдешь. Если будут все 500, ну, ради бога, пусть участвует 500, но почему-то примерно одна треть прошедших на заключительный этап по каким-то причинам не появляется и не приходит. То есть где-то 350, грубо. То есть мы ожидаем, если статистика в трех сезонах верна, мы ожидаем 350 участников полуфинала, из которых на финал выйдет, конечно, определенная часть. Какая? Я думаю, это уже вопрос комиссии методической, тогда, когда мы проверим задание. Но предыдущие годы, а, ну да, предыдущих годов мы не можем здесь... Да, здесь не очень показательно. Да, не очень показательно. Здесь такого опыта еще не было. Я думаю, метод комиссии по итогам проверки определит. Ну, на мой взгляд, ну, это будет больше 10%, но меньше 50% в таком, может быть, интервале. Нет, я думаю, что если это будет 350, то, ну, 60 плюс-минус там 15-20. Может быть, так, да, в таком примерно объеме. Далее, тоже очень важно для вас информация, чтобы вы понимали, как... А, да, следующий вопрос. Финал будет проводиться тоже дистанционно? Да. Да, это абсолютно уже точно. Финал тоже будет проводиться дистанционно. Да, да, это... И в скором времени мы регламент по поводу финала окончательно согласуем с организаторами Олимпиады и вывесим... Ну, могу предварительно проинформировать. Есть отдельный пункт 2.5 в регламенте, который фиксирует. Финал проводится в формате защиты выполненного задания перед членами жюри. А вот еще тут вопросы. Сергей Васильевич, подскажите, пожалуйста, а сколько было в отборочном этапе человек? Вот в отборочном этапе сколько было у нас? В отборочном этапе... Сейчас я точно цифру назвать не могу, но порядка где-то двух с небольшим тысяч участников участвовали. То есть прошло вот 25%. Ну, одна четверть, она получается допущена. Думаю, что где-то около двух тысяч участников отборочного этапа. Да, совершенно верно. Дипломы призеров тут спрашивают. Будут выданы при прохождении полуфинала или же для тех, кто уже прошел отборочный этап? На самом деле, весь вопрос о победителях, о призерах будет решен после окончания финала. После окончания финала. И более того, в оценке, итоговой оценке, будут учитываться баллы и полуфинала, и финала. Они будут суммироваться. Правильно? Да-да, я не стал об этом говорить. Здесь вопрос просто. Да, есть 0-2-7, который фиксирует, что максимальный балл за каждый из туров, то есть за каждый полуфинал и финал, 100 баллов. Балл полуфинала и финала всегда целое число. Баллы за полуфинал и финал суммируются. Таким образом, в идеале, может быть, будет участник, который наберет 100 баллов в полуфинале, 100 баллов в финале. То есть можно получить 200 баллов. Ну, такого вряд ли. Сергей Васильевич, последний вопрос меня вводит просто в ступо. Можно ли сейчас больше внимания уделить заданиям, просит один из участников нашего вебинара. Демоверсия не выложена, когда она будет и будет ли вообще? Демоверсия выложена? Для меня это загадка. Демоверсии мы отправляли, и они должны были быть выложены. Да, странно. Значит, мы озаботимся этим вопросом. Да, действительно. Матвей, спасибо вам большое. Да, ну я... А, вот и Полина говорит, что на сайте материалов действительно нет. Ай-яй-яй. Я сейчас прозвонил, спрошу. Значит, хотел бы... Про 25 марта мы тоже впервые слышим, они говорят. Да, ну хорошо, что услышали. Ну, спасибо вам большое, уважаемые друзья. Дело в том, что реальными организаторами являемся не только мы, которые отвечают за менеджмент, да, но также и существует центральный офис, все олимпиады по всем направлениям. И мы, конечно же, транслируем все ваши вопросы. Спасибо вам большое. И ваши недоумения, в том числе, да, нашим уважаемым организаторам. Спасибо вам. Да. Хорошо. А, нет, вот, про 25 марта, говорится, обновлено в личном кабинете. Вчера обновлено. Вам спасибо. Отлично. Спасибо, Матерь. Да. Хорошо. Да, вот здесь вопрос по поводу демоверсии. Мы в обязательном порядке эту демоверсию, значит, она давно уже, наверное, подготовлена, естественно. Она не сильно отличается от прошлого года. Сразу вам скажу. Единственное отличие от прошлого года состоит в следующем. Напомню всем демоверсию прошлого года. Это два кейса и две задачи. Мы точно так же сформировали сейчас задание в виде двух кейсов и двух задач. Стилистика задач слегка отличается. Могу сказать, что в демоверсии довольно сильно приближена к реальным заданиям по поводу задач. То есть задачи будут по типу похожими. Что касается двух кейсов, то мы тоже слегка изменили состав этих кейсов. В прошлом году первый кейс был довольно объемный. Там это примерно 5-6 страниц с десятым кеглем. Это довольно объемный материал. В этом году само изложение первого кейса очень компактное. То есть у вас потребуется существенно меньше времени на то, чтобы ознакомиться с кейсом номер один. И вот кейс будет в демоверсии похож на тот, который будет реально. И поэтому, конечно, было бы неплохо познакомиться с этим кейсом. Он, сразу могу сказать, что он будет включать в себя довольно актуальную тенденцию сегодняшнего времени, а именно цифровизацию тех или иных бизнес-процессов. И вот этот вот кейс с уклоном на цифровизацию, в отличие от предыдущего года, он чуть-чуть другой. Так, это я ответил на вопрос, где моя версия отличается от прошлого года. Пожалуйста, Сергей Васильевич. Да, я вот один важный момент, уважаемые участники, не озвучил. Чтобы вы понимали, как это будет выглядеть после завершения полуфинала. А именно, после завершения выполненных заданий осуществляется выгрузка из платформы Яндекс.Контест и отправляется на проверку членам жюри. По предварительным оценкам, выгрузка займет примерно 2-3 дня, насколько я информирован от соответствующих служб. И мы надеемся, что с понедельника, с 29 марта, мы сможем организовать работу членов жюри по проверке ваших заданий. На это тоже, видимо, Сануфич уйдет дня два, может быть. И было бы очень здорово, если... Грубо неделя. Грубо неделя. Только к концу следующей недели, так сказать, да? Мы тогда сможем, да, завершить. И по согласованию с организаторами, с ассоциацией я просил в конце уже той недели опубликовать информацию, а именно рейтинговую таблицу участников, которые набрали то или иное количество баллов. Ну, я вижу, среди вопросов, сначала вопрос был про 25 марта, мы впервые слышим, а потом Матвей уточнил, что нет, 25 марта обновлено в личном кабинете, вчера обновлено. То есть сейчас имеет место информация полная, что 25 марта все это должно быть. Вот. Ну и последний момент такой организационный, который важен для вас, а именно факт участия, а также итоговый результат участия в полуфинале фиксируется в оценочном листе и публикуется в личном кабинете на интернет-портале. Я еще раз подчеркиваю, что мы получим ваши задания именно в таком виде анонимном, что мы не будем знать, кто именно выполнял задание. Соответственно, ни один из членов жюри таким образом абсолютно не может идентифицировать задание самим или какого-либо участника и будет действовать совершенно самостоятельно, объективно, исходя из тех критериев, которые здесь нами были установлены. Может быть, в санкреще критериях вы чуть-чуть расскажете более подробно, каким образом. Потому что это очень важно. Как показывает практика, апелляции иногда не связаны с тем, что не до конца участник понимал и знал, возможно, о тех критериях, которые использовал член жюри при оценке выполненного задания. Как считается, Александр Ильич, по подробнее о критериях, что мы будем здесь учитывать? Нет, на слух их очень сложно воспринимать. Я не буду сейчас их зачитывать. Просто советую вам, дорогие друзья, когда вы будете знакомиться с демоверсией, обратите внимание на критерии. Критерии, они прозрачны, они заранее известны. Тут нет каких-то критериев, которым жюри будет пользоваться, и вам они неведомы. Критерии по задачам очень простые. Мы не будем проверять ход решения задач. Ход решения задач правильный, но я ошибся в вычислении. Вот это не принимается. То есть нужно получить тот ответ, который правильный. Будет проверяться верность ответа. А по решению кейса там существуют соответствующие... Где можно посмотреть критерии? Критерии будут опубликованы в демоверсии. Более того, когда вы получите задание, то критерии там тоже будут. Да, конечно. То есть совершенно необязательно иметь перед собой демоверсию. То есть в полученных вами заданиях, в день проведения полуфинала, критерии также будут прозрачные, известные, и они включены в текст этого задания. Да, вот я хотел бы добавить. Я переговорил сейчас с работниками стации «Я профессионал» по поводу отсутствия демоверсий. Мне сказали, объяснили, что демоверсии будут буквально публикованы в ближайшее время и будет создан определенный канал связи. Вас с нами вы сможете дополнительно задать вопросы по демоверсии. Тогда мы, естественно, ответим на эти вопросы, если они у вас возникнут с точки зрения понимания сути данных заданий. Здесь вот есть такой вопрос. Я хотел бы тоже здесь прокомментировать. Точнее, два вопроса от Георгия. Добрый день. А будет ли помеха, если на момент полуфинала моя загруженная деформа будет на проверке? А также будет ли присутствовать прокторинг на полуфинале? Прокторинга у нас не будет. Мы получаем от вас просто задание. Прокторинг будет на финале. Не задание, а ответы на. Да, вы извините, ответы на задание. Мы получаем ответ. А вот по поводу помехи, по поводу ID-формы. ID-форма является обязательной формальной такой позицией. И когда в прошлом году мы проводили заключительный этап в очном формате, то фактически пропуском на этот этап служила представленная участникам ID-форма. Поэтому без ID-формы, к сожалению, участник не может быть допущен к участию в нашем полуфинале. Поэтому, пожалуйста, надо каким-то образом заранее заботиться. Время еще есть у нас 16-е, 25-е, 8 дней чистых. Поэтому здесь нужно эту форму, конечно, загрузить. Вот такая у нас организационная ситуация. Есть ли еще вопросы? Да, уважаемые участники, есть ли вопросы еще? Готовы на них ответить. У нас 53 участника. Ну, в общем, так обычно. А 53, это включая нас, да. Тоже участники процесса. Так. Вот, Александр Ильич, прочитайте вопрос. Вот, да. Использование ссылок на литературу, да. Можно ли упомянуть данные из книги? Например, «Думай медленно, решай быстро». Почему нет? То есть, на самом деле, значит, вы используете, значит, что такое критерий, используя ссылок на литературу или статью? Это, таким образом, проверяется ваша эрудиция. То есть, условно говоря, вы, отвечая на тот или иной вопрос, имеете ли в голове, так сказать, тех или иных авторов, а также те или иные, так сказать, источники, которые релевантны поставленным вопросам. И в том случае, если у вас в голове что-то имеется, то полезно упомянуть автора, название, да. И если это статья, то где она была опубликована? Если это книга, то не обязательно говорить, где она была опубликована. Достаточно автора и название. При этом состав, вот вы говорите, а можно ли, так сказать, думай медленно, решай быстро? Ну, если это адекватно тому вопросу, на который вы отвечаете, то, конечно, вы можете любую ссылку на литературу, статью, предложить. Да. Будет ли запись семинара? Мы уже отвечали на этот вопрос. Да, оно будет. Здесь вот такой вопрос, вопросов ответов, Анатолий Кич. Так. Получай, анонимный участник, не представился. Получается, что в этом году на полуфинале будут задания, аналогичные заданиям финала того года? Да. Я уже говорил, что в определенной степени аналогично. Но я уже рассказывал, в чем отличие. Да. Прокторинг. Демонстрационный вариант заданий полуфинала. Да, безусловно, он существует. Демоверсии нет. Ну, да, спасибо вам, так сказать, мы проверим. Будет ли прокторинг? Мы уже отвечали на этот вопрос. Подскажите, форма согласия на обработку данных до сих пор находится на рассмотрении? Могут ли возникнуть проблемы? Нет, не могут возникнуть проблемы с этим делом. Скажите, пожалуйста, вы говорили о необходимости подписания согласия, подписания формы ID, загрузка ее в личный учебник? Нет, Олимпиада является выполнением данного требования. Сергей Васильевич? Да, ну, таково условие регламента Олимпиады. Да, в целом. И мы должны здесь обязательно ее иметь, загрузить лично. Я не понимаю, в чем может быть проблема. Еще больше недели заполнить форму ID и загрузить ее. Очень важный вопрос от Дмитрия. Да. Ограничен ли инструментарий предлагаемых нами решений? Можно ли использовать Excel, графические изображения и прочее? Или же формат ответа только текстовый? Значит, обращаю ваше внимание на следующее. Можно использовать все, что угодно. Другой вопрос. Что вы представляете ответ в формате Word. То есть, ну, Word предполагает возможность вставить туда любой рисунок, любой график, любую таблицу. То есть, вы вставляете туда и отправляете нам тот файл, который раскроется как файл формата Word. Вот и все. Могут ли понизить баллы в результате апелляции? Да, такие случаи были. У нас в прошлом году, могу сказать, точно совершенно. То есть, кто-то подавал апелляцию, мы посмотрели и снизили. Это возможно. То есть, это возможно. Мы представляли ID-форму для участия в отборочном этапе. Ее нужно сейчас заново загружать. На этот вопрос сейчас Сергей Васильевич ответит. А мы уже грузили согласие, форма нужна еще раз. Да, я понял, что... Есть ли ограничения по объему ответов? Классный вопрос. Да. Значит, есть ли ограничения? Да, мы даем ограничения по объему ответов. Насколько критично это ограничение? Мы даем 4000 знаков на ответы на вопросы по кейсам. И вот ограничения существуют. Как будет жюри применять это ограничение? Если у вас будет не 4000, а 4000 три знака. Все хорошо. Если будет не 4000, а 4500 знаков. Все хорошо. Будет не 4000, а 4900 знаков. Все хорошо. Вот если вы увеличите это до 6000 или до 5 или 5,5, вот в этом случае мы снимем определенные баллы за избыточность объема. То есть вам не нужно будет четко следить за этим объемом. Примерно представьте себе, сколько это у вас знаков. Это всегда в ВАРДе сделать очень удобно и просто. И если у вас есть небольшое превышение, даже не стремитесь к тому, чтобы было точное соответствие. Если ход решения задачи не проверяется, то можно написать только ответ. В принципе, да. Можно, но на самом деле... На самом деле, все равно ответ в отсутствии решения, я думаю, что будет расценен достаточно странно. То есть ход решения все-таки вы должны в обязательном порядке, так сказать, привести. Что вы делали? Совершенно необязательно его подробно прописывать, исходя из каких соображений вы это делали. Но последовательность действий, конечно, вы обязаны привести. Можно ли ссылаться на профессиональные сообщества и журналы, такие как Harvard Business Review, РБК? Конечно. То есть любые ссылки, которые свидетельствуют... Значит, это не научная статья, это просто ваше рассуждение. И если вы ссылаетесь на какие-то источники, это все хорошо. Алексей, спасибо за вопрос. Дальше. Какую книгу по менеджменту вы посоветовали бы прочесть? Как для Олимпиады, так и для карьеры управленца? А, вот замечательный вопрос, Дмитрий. Ну, на самом деле, если вы свободно читаете по-английски, то я крайне рекомендую последнюю книгу Гэри Хэмилла. Она называется «Хьемонокраси». Ее можно приобрести на Амазоне в электронном виде и в Киндле прочитать. Вот если вы не читаете по-английски, ну, так сказать, я имею в виду свободно, да, но «Хьемонокраси», она вышла в свет в августе 2020 года, совсем недавно. Если вы не читаете, то лучшая книга по менеджменту, с моей точки зрения, это тот же самый автор, Гэри Хэмилл. И она называет, то есть она выходила у нас по-русски в 2013 году и называется «Манифест лидера». По-английски она называлась чуть-чуть по-другому. Она называется «What matters now?», то есть «Что важно сегодня». Не вообще «Что важно сегодня», а «Что важно сегодня в менеджменте». Ну, мне представляется, что одна из лучших книг по менеджменту сегодняшний день. Дело все в том, что Гэри Хэмилл по многим версиям, по версиям «Washington Post», «Financial Times» является, как они говорят, бизнес-пинка номер один. То есть человек, который мыслитель по поводу вопросов бизнеса, по поводу вопросов менеджмента, это номер один. Из ныне живущих это номер один. Это безусловно. Теперь, будет ли честно использовать сложные расчеты в Excel, если даже калькуляторам не всегда разрешали пользоваться на финале? Дело все в том, что в этом туре вы можете использовать любые средства, в том числе вы можете использовать расчеты, проводить в Excel. Безусловно. Более того, будет очень полезно, если вы вставите свою таблицу Excel, в наш формат и просто отошли, вот это прекрасно. Да, то есть это возможно. То есть вот, Марина, спасибо большое за очень тонкий, хороший вопрос. Да, это возможно. Более того, это совершенно нормальный. У меня тут есть один комментарий важный. Вы продублировали, да, задал вопрос в пункте вопроса-ответа. Я довольно подробно ответил по поводу книги по менеджменту. Еще, сейчас я закончу. Расчеты и формулы не всегда удобно вводить в Word. Обязательно ли отражать все математические действия, развернуто или можно сокращать? Да, можно сокращать, конечно. Куда можно обратиться, если мы не получим демоверсию, где можно было бы запросить демоверсию прошлого года? Я прокомментирую. Вот это вот, да, пожалуйста, да. У меня два комментария очень важных, уважаемые участники. Тут два вопроса у нас были, вопросов и ответов. Мы предоставляли ID-форму для участия в отборочном этапе. Нужно ли ее сейчас данного загружать? Также вот второй вопрос, такой же примерно формы. Я проконсультировался. Уважаемые участники, задавшие вопрос не совсем корректны. Мне объяснили, что на отборочном этапе предоставлялась не форма ID, а справка для участия в отборочном этапе. Поэтому об обязательном порядке надо сейчас загрузить и согласие, и форму. Это вот мнение наших организаторов ассоциации «Я профессионал». Поэтому то, что вы пишете, как вот мне объясняют, не совсем точно соответствует реальному, действительно положению дел в отборочном этапе. Поэтому давайте договоримся, что согласие и форму загружать будем. Второй момент организационный. Обратите внимание. Значит, вот в чате в 10.41 был опубликован от нашего коллеги адрес почта и профи Олимп Яндекс.Ру. Эта почта мне сейчас была передана ассоциация «Я профессионал» для оперативного организации загрузки вами формы ID и согласия. То есть вы можете написать на эту почту и все будет сделано. либо в личном кабинете форма обратной связи. Там оперативно отвечают в рабочее время. Поэтому та почта, которая в 10.41 от Маханова Тимирлана здесь опубликована, вот, пожалуйста, зафиксируйте ее те, кто еще, ну, по каким-то причинам не загрузил и не оформил согласие форму ID. И еще один вот вопрос по поводу демо-версии, точнее, ответ на вопрос. Мне только что сообщили в смс-кай, в WhatsApp'е о том, что материалы обещают оперативно опубликовать соответствующие службы ассоциации «Я профессионал». Поэтому в ближайшее время демо-версии будут опубликованы, вы сможете ознакомиться и задать вопросы, если вам что-то будет непонятно. Ну, вот эти два момента я хотел вот оперативно до вас довести. Какую книгу? А, ну, это уже отвечали. Все нормально. Да, да, ну, вопрос о Дмитрии, куда можно обратиться, если мы не получим демо-версию. На самом деле, скоро она будет. Вот мне еще раз мы верили. И, соответственно, нет, подождите. Вот Назаренко Никита Александрович вопрос задал. Уточняю. Одно задание, один файл для загрузки. Ничего подобного. Три задания, один файл для загрузки. Поэтому нам нужен единый файл под всем трем заданиям. Поэтому мы об этом говорили несколько раз, потому что, когда мы потом будем работать с членами жюри, то очень важно послать нам один файл со всеми выполненными вами заданиями. Поэтому не один, не одно задание, один файл, а три задания, один файл. вы получите в личном кабинете именно все три задания в одном файле. И поэтому отвечать надо именно так, в формате ДОКа. Пока на каждое задание будет ответ, и вы сможете сформировать единый файл для всех трех заданий. Вот, пожалуй, все были вопросы, которые участники задали. Повторяю, вот, если кто-то не успел организационном плане оформить свои документы, то воспользуйтесь этой почтой и оформите их с помощью контактов со штабом нашей олимпиады. Еще вопросы, уважаемые участники, есть, будут, пожалуйста, вопросы и ответы 27. А вот еще тут, значит, ух ты, анонимный участник форума Айди на рассмотрение с 13 февраля. Надо поинтересоваться, как это может быть. Димоверсия будет содержать ответы на задачи и пояснительные комментарии. Нет. Нет. Понятно. Да. И еще один вопрос от Ленары. Как можно подготовиться к решению числовых задач? Скажите, пожалуйста. попытаться решить самостоятельно задачи, которые предложены демоверсиям. Ответы там есть. Правильный ответ там есть. Но понимаете, какая штука, на то это олимпиада, это вам не урок в школе, где преподаватель вам расскажет все решения всех задач. Олимпиада такая штука. задачи могут быть заковырестные. Попробуйте эти две задачки решить, те, которые опубликованы в демоверсии. Более того, попробуйте, если вы участвуете в сфере бакалаврия, попробуйте те задачи, которые по менеджменту. Итого четыре задачки решить. Вот эти четыре задачки, вот это будет здорово. Так, задание необходимо загрузить до истечения 150 минут. Да, после данного времени возможности автоматически закрываются или даются 5-10 минут на доп. загрузку как на некоторых других направлениях. Я думаю, что мы решим вот это. Мы учтем ваш вопрос. Я полагаю, что где-то 5-10 минут мы действительно накинем на то, что вот еще есть технический момент. В принципе, чтобы загрузить файл, я думаю, что больше, чем 5 минут вам не потребуется. А учитывается ли при решении кейса ход мысля участника? А, Георгий, при решении кейса жюри будет исходить в основном из тех критериев, которые будут абсолютно понятны и прозрачны для вас. И нужно исходить именно из этих критериев. Понятно, что некоторые из этих критериев таковы, что там может учитываться ход вашей мысли. Безусловно. Я прошу прощения, мне как раз звонит Сергей Васильевич Раевский, я думаю, что у него как раз отключили электричество. Да, я понял, я тогда сейчас завершу. Спасибо вам большое. Хорошо. Сергей Васильевич внезапно исчез у вас с экранов, связанно с тем, что у него в доме там какой-то ремонт идет, ему продлили дикую а учитывается да, максимум в 4000 знаков с пробелами или без. Но давайте сделаем так. Всегда мы решаем в пользу в пользу участника. То есть более мягкое ограничение это значит 4000 без пробелов. Все. Тематика задач. Обратите внимание, задачи будут очень похожи на те, которые будут размещены в демонстрационной версии. если они аналогичны прошлому году. Нет, они не аналогичны прошлому году. В широком смысле аналогичны, но они не сильно похожи. никаких теоретических аспектов стоит сконцентрироваться при подготовке к заданию кейса. Один кейс носит характер стратегического кейса, причем там будет еще и привлечена тематика цифровизации. Вот это первая подсказка. Вторая подсказка. Второй кейс, он исключительно кадровый кейс, то есть он по поводу HR работы. Вот вам и ответ, значит, на каких аспектах стоит сконцентрироваться на аспектах HR, а также на стратегии, разработке стратегии с учетом цифровизации. Все, вот и ответ. Так, полуфинал и финал проходят в одном формате, ответ нет. Финал будет проводиться в принципиально другом формате. О нем вы узнаете, когда дело в том, что регламент будет опубликован одновременно. Сейчас, секундочку. Тут уже есть правила и порядок проведения финала. И вы говорите, что регламент опубликован. Вот читайте пункт 5 регламента заключительного этапа, потому что заключительный этап включает в себя полуфинал и финал. И там вы увидите, что вы получите задание за 48 часов до проведения третьего тура. И во время проведения третьего тура все участники разбиваются на несколько групп. В каждой группе будет придано три члена жюри, которые будут слушать ваши презентации, которые вы подготовите за 48 часов за этот период. Поэтому это принципиально другой формат. Я надеюсь, я ответил на ответ, на вопрос, который здесь был задан. Может быть, будут какие-то советы вас к сдаче задач и кейсов для полуфинала? Что значит сдача задач и кейсов? Что делать, если в конце олимпиады участника вытащит электричество и имет перед сдачей файлов для олимпиады? Что тогда? Вся ответственность на вас. Вот это как раз в регламенте записано, что вы несете ответственность. Если у вас нестабильное электричество, значит перемещайтесь в то место, где электричество стабильно заранее. То есть мы не будем рассматривать какие-то так сказать апелляции, связанные с тем, что вас выключили электричество. Да. Походу задач, если они аналогичны, да, это я уже ответил, на каких теоретических аспектах тоже ответил. Нужно ли включать демонстрацию экрана во время полуфинала? Нет. Вовсе нет. То есть во время полуфинала вы выполняете задачи, задания, которые вы получили. А это задания какие? Вот проанализируйте кейс номер один. Вы пишете что-то в орде, вы можете вставить туда, как мы уже договорились с вами и рисунки, и графики, и таблицы какие-то. Пожалуйста. Все, что хотите. Но дело в том, что документ должен открываться в орде. Вот это вот. И он должен быть один, единственный. Единственный документ, который вы высылаете, он должен быть в ордовский документ. Вот при чем здесь демонстрация экрана? Никаких демонстраций экрана. Вы получили, вы работаете у себя с помощью вашего компьютера, с помощью самостоятельно только работаете, с помощью каких-то ваших вычислительных возможностей. Можете с помощью Excel все это делать, можете с помощью калькулятора, если решение задачи. Потом вы формируете ваш ответ и этот ответ отсылаете. Все. А вот когда будет у нас финал, то финал тоже будет дистантно, то там все участники финала собираются, а потом будет комната ожидания, а также будет комната, где будут присутствовать три члена жюри для данной группы. Три члена жюри будут проверять примерно десять ответов. И вот вы этим членам жюри демонстрируете вашу презентацию, вы как-то комментируете ее, там жесткие временные границы, там четко совершенно, буквально по секундомеру мы будем вас обрывать, если вы уходите за пределы. эти пределы заранее вам известны, у вас будет три презентации, одна презентация 120 секунд, вторая 300 секунд, вы чувствуете по секундам, третья тоже 120 секунд, то есть всего вы можете будет в рамках трех презентаций вы сможете рассказать, дать ответы на поставленные задачи жюри в течение девяти минут. И вот это у нас будет еще консультация к финалу, я думаю, мы сможем более подробно об этом поговорить. А дальше нужно ли включать, да, полуфинал строго ограничен по времени, все должны начать, да, да, вот это точно совершенно, все должны начать ровно в 10.00. Ну, дело ваше, там, вы поздно проснулись, не успели позавтракать и начали, допустим, в 10.05. Да, пожалуйста. Но вы закончите не соответственно, так сказать, там, 150 минут после вашего начала, а вы закончите вместе со всеми остальными. ваше дело, как вы используете это время. Вы можете это время использовать так же, так сказать, поговорив по телефону с друзьями и обсудив, так сказать, еще какие-то вопросы. Пожалуйста, это ваше дело, но вы ограничены жесткими временными рамками. Я надеюсь, что Марина, я вам ответил на ваши вопросы. Вопросов больше нет. Дорогие друзья, мы уже проработали целый час. Я надеюсь, что вы прояснили в достаточной мере, так сказать, те вопросы, которые у вас были. Удачи вам на полуфинале. Надеюсь, что вы о, Сергей Васильевич, звук, пожалуйста, включите. Я через айфон подключился. А, я понял, да. Хорошо. Ну вот, я подвел уже итоги. Сейчас, если... А, вот, спасибо за консультацию, спасибо за ответы, спасибо большое за обеспечение. Всем спасибо, дорогие друзья, всем удачи. Спасибо большое за участие, за вопросы. Надеюсь, все удачно 25-го подключатся. Те, кто прослушал, естественно, они теперь обладают другим совершенно уровнем знаний. Необходимой суммой знаний. Это еще раз показывает, что не все 500 потенциальных участников, видимо, выйдут реально на участие 25-го. Всем спасибо. Спасибо. Всего доброго. Большое спасибо. До свидания. Удачи. Спасибо. Спасибо.